Ребенок приблизительно до возраста двух лет развивался хорошо. То есть он мог говорить, он говорил небольшими короткими предложениями, он понимал, мог ко мне обратиться. После двух лет пошел процесс обратного развития. У ребенка стали пропадать предложения, потом стали пропадать словосочетания, слова. Ребенок стал себя вести каким-то другим образом, я перестала понимать своего ребенка, начались истерики. После этого, конечно, я забеспокоилась и стала просить помощи у врачей. Сначала нам говорили, что у нас просто идет отставание в речевом развитии, потом уже стали говорить, что это отставание в психическом развитии. В возрасте четырех лет нам поставили диагноз аутизм. Я ходила к неврологам, к узким специалистам, но у нас в России принято, что такой диагноз не лечится вообще в принципе. То есть это можно как-то корректировать, как-то социализировать, но это все настолько минимально, что в принципе надеяться на исход благоприятный, это маловероятно. И после этого я стала искать информацию и нашла центр Байар-Давид. Я очень долго ждала время, когда закончится пандемийное время. Эти два года были просто очень длительные, потому что все-таки ребенок растет, он меняется. И возможность помочь ребенку, пока он еще мал, она как бы утекала из-под рук, и поэтому уже хотелось быстрее и быстрее. В тот момент я работала в полиции, в органах внутренних дел. И когда решался вопрос о том, что мне нужно и необходимо ехать за границу, то надо было решать как-то вопрос с тем, чтобы нам разрешили переезд. Мне нужно было пойти к министру, чтобы подписать у него разрешение для выезда за границу. Что болит? Блин, за мной болят! Ой, уходят, попились ко мне, за мной! Первый курс лечения у нас прошел в Одессе, и уже потом, после этого, мы прилетели с нашими проблемами. У нас была компьютерная томография головного мозга ребенка. На ней был выявлен диагноз еще гидроцефалии головного мозга. И после того, как у нас прошел курс лечения в Одессе, мы снова повторили томографию головного мозга ребенка. И было выявлено, что гидроцефалии у нас нет. То есть она ушла после лечения. Это вообще просто не нравится. Чудо! Ну, как наверное, чудо. Правда, попытки укусить и выдрать клуб волос из кого-то, пока еще имеются? Да. Ну, уже значительно меньше. Он, когда пугается, просто плачет, может покричать. Вот, хочет убежать побыстрее от процедуры. Ну, к Давиду он шел охотно, не боится. Здесь он спокойно, а с этой стороны, видишь, с той стороны у него вот с этой стороны. Поэтому можно вот такими, можно просто вот так вот делать разминание, похлопывание. С доктором Аркадием ему как-то тяжело. Ну, ему, он боится новых ощущений. То есть его начинает трогать, дергать, нажимать на определенные точки. Он этого боится. Он не понимает, что с ним делают. И, как бы, вроде ему объясняешь. Он, может, где-то понимает, где-то недопонимает. И ему сложно, из-за этого он боится. Здесь мы уже три недели находимся на лечении. Егор стал намного спокойнее, чем он был, когда мы сюда приехали. Это первое. Второе, он стал лучше спать. То есть он даже стал периодически засыпать днем. Раньше у нас вообще не было дневного сна. И у нас уменьшились крики. То есть раньше он просто вскрикивал, а теперь этого нет, не стало. Крики ушли. Естественно, это будет дальнейшая работа. Естественно, это будут другие специалисты, с которыми мы будем заниматься. То есть я хочу добиться того, чтобы ребенок у меня пошел в школу, занимался с ребятками, мог общаться, мог играть, мог просто радоваться жизни так, как все другие дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова